Обычно мы представляем себе историю как описание уже произошедших в прошлом конкретных событий, но даже в наше время ученые продолжают находить доказательства того, что многие исторические факты на самом деле неверны. Что на самом деле стало причиной гибели динозавров? Действительно ли Колумб открыл Америку? И когда на самом деле вымерли мамонты? С вами ТопХайп и сегодня мы расскажем вам о 8 невероятных открытиях, которые могут изменить историю. И перед тем как мы начнем, и напоминаю вам, что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео уже завтра. Ну а теперь погнали! История Homo sapiens. Сегодня уже научно доказано, что Христофор Колумб на самом деле не открывал Америку. Но что мы вообще знаем о раннем периоде этого континента? Что если изначально обитавшие на нем люди не принадлежали к виду Homo sapiens? Ученые из США и Австралии сделали сенсационное открытие. Они нашли окаменевшие останки мастодонта, возраст которых составляет около 120 тысяч лет. На костях они обнаружили следы обработки человеком. Это означает, что древние люди пришли в Северную Америку раньше, чем предполагали исследователи. Известные исследования палеонтологов и археологов свидетельствуют о том, что первые люди в Америке появились между 47-тысячным и 14-тысячными годами до нашей эры. Они мигрировали на Аляску через Берингов пролив. Между 18500 и 15500 годами до нашей эры начали таять льды, что вынудило древних животных и людей пойти на юг. Это позволило части наших предков перебраться из Европы на новые территории. Однако недавнее открытие Томаса Деммера из Университета естественной истории Сан-Диего перевернуло привычное представление о заселении Америки. Томас и его команда археологов проводили раскопки на равнине, где прежде древние племена использовали каменные инструменты, чтобы обтачивать кость убитого мастодонта. Скелет мастодонта нашелся тут же, но стоянка племени явно превышала возрастом 130 тысяч лет. В ту эпоху Хомо Сапиенс только начинали свое расселение в Африке. Возможно, сразившие мастодонта люди не принадлежали к виду Хомо Сапиенс. Тогда кем же они были? Неандертальцами? Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется провести еще много исследований, но даже предварительные данные намекают на то, что, возможно, скоро нам придется значительно пересмотреть раннюю историю человечества. Акурий вулкан Кавачи – один из наиболее активных подводных вулканов на юго-западе Тихого океана. Начиная с первого зафиксированного извержения, в 1939 году вулкан несколько раз возникал на поверхности и снова исчезал под водой. Во время извержения вулкана в 2003 году сформировался остров площадью в 15 квадратных метров, но вскоре он исчез. Именно внутри кратера этого действующего подводного вулкана команда ученых обнаружила акул двух видов из ската и засняла животных на видео. Рыбы прекрасно приспособились к экстремальным условиям, несмотря на высокую температуру и повышенную кислотность среды. Неожиданная встреча произошла во время анализа учеными уровня кислотности, углекислого газа и динамики перепада температур. Из-за экстремальных условий внутри кратера вулкана Кавачи ученые могли погружать туда видеокамеру максимум на один час. Во время одного из сеансов на глубине 45 метров океанологи увидели внутри акулу-молот и шелковую акулу, а также ската, медузу и нескольких других рыб. Исследователи задались вопросом о том, к насколько экстремальным условиям адаптированы эти рыбы, и могут ли другие животные существовать в такой среде. Несмотря на то, что вулкан Кавачи извергается не так активно, на кадрах можно увидеть, как со дна океана поднимаются пузырьки углекислого газа и метана, и меняется цвет воды из-за снижения уровня содержания железа и серы. В настоящее время ученое сообщество не может предложить объяснение тому, как обитатели Кавачи смогли приспособиться к его условиям. Точка холода В 2015 году ученые астрофизики обнаружили в космосе так называемую точку холода, или как ее еще называют сверхпустоту Эридана. Эта точка представляет собой пустоту в 1,8 миллиардов световых лет в ширину. В таком пространстве может уместиться около 10 тысяч галактик. Внутри этой точке на 20% меньше материи, чем должно быть. Одним из возможных объяснений появления такой пустоты в космосе является то, что в этой точке наш мир пересекается с неким параллельным измерением, и пространства наслаиваются друг на друга. От такого слияния может зарождаться невероятное количество энергии. Именно она, согласно теории, выбрасывается в космос и очищает пространство вокруг, расталкивая материю прочь. Представление о мультивселенной, в которой наша вселенная существует, в своем мыльном пузыре, в то время как параллельные вселенные разбиваются внутри своих собственных, является лишь одной из множества теорий. Несмотря на это, ученые постоянно ищут необычные доказательства, которые гипотетически могли бы поддержать эту концепцию. А в качестве примера зачастую приводят колебания космического фонового излучения. Каменные сферы. Возможно, вы уже слышали о загадочных каменных сферах в Коста-Рике. Но куда более древние, впечатляющие шары были недавно обнаружены в Боснии. Больше всего шаров в городе Завидовичи. Там их целая россыпь. Там же находится и самый большой в мире каменный шар сфера. Диаметр шара около 3 метров, а весит он 37 тонн. Предполагают, что это самый тяжелый шар из найденных до сих пор. Предыдущий рекордсмен был из Акапулька в Мексике, и он весит 35 тонн. Химический анализ шара показал, что это базальт с присутствием кварца, оксидов железа и калиевой слюды. Сторонники альтернативной науки считают, что шары – дело рук неизвестной цивилизации. По их мнению, в далеком прошлом на Балканах существовала развитая цивилизация, которая создала эти шары. Камни были произведены при помощи технологии литья, после чего они были отполированы почти до блеска. Древние люди растапливали камень, добавляли связующие вещества и отливали крепкие качественные шары. Применение их было как-то связано с получением или управлением энергией. Геологи же не верят в подобные заявления и считают, что американские и европейские шары появились естественным путем. Но единого мнения по поводу их природы нет. Возможно, шары представляют собой так называемые железистые конкреции, которые образуются при уплотнении осадков в рудных и угольных месторождениях. В центре конкреции нередко находят органические остатки – минеральные или бактериальные скопления, которые служат затравкой при ее росте. Поселение викингов. И снова о Христофоре Колумбе. На его счету немало заслуг, но вот первооткрывателем его назвать сложно. И недавно появилось еще одно доказательство этому. Многие историки выдвигали предположение, что первыми открытиями Америку могли викинги, известные в истории как искусные мореплаватели. Археологи заявляют, что недавнее обнаружение поселения викингов на севере Америки может считаться тому доказательством. На самом деле, то, что викинги посещали территории современной Канады, уже давно ни для кого не секрет. Об этом подробно написано в их хрониках. Все началось с того, что около 860 года нашей эры средневековые скандинавские мореплаватели во время плаваний на запад открыли остров, большая часть которого была покрыта льдом и назвали его Исландией, основав там колонию и организовав торговлю с континентом. Но первое археологическое свидетельство колонизации Америки викингами нашли в местечке Лансо-Медоус на острове Ньюфаундленд. Если удастся доказать, что поселение действительно принадлежало викингам, это будет означать, что скандинавы будут считаться первыми европейцами, не только открывшими существование Америки, но и первыми ее поселенцами. За доказательствами обратились к спутникам. При помощи фото из космоса удалось получить уникальное фото поселение, где впоследствии было найдено большое количество железных орудий, труда и оружия, которое широко использовалось в то время только викингами. На месте поселения были проведены раскопки, где обнаружили торфяные стены, следы пепла, болотной руды и обожженный огнем булыжник. Все это указывает на незнакомую американским аборигенам металлургию. Кроме того, радиоуглеродный анализ подтвердил, что эти артефакты относятся к эре викингов. В настоящее время поселение викингов на американском континенте включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под особой охраной, как уникальный исторический памятник. И одно из самых важных доказательств посещения викингами американского побережья задолго до Христофора Колумба. Остров Мамонтов Некоторые ошибочно считают, что огромные, покрытые шерстью мамонты вымерли почти сразу после динозавров. На самом деле они продолжали жить еще многие тысячи лет и все еще обитали на земле во времена постройки Великих Пирамид Египта. На удаленном от цивилизации острове в Сибири, по информации ученых, проживало последнее на земле стадо мамонтов и вымерли они примерно 4000 лет назад. Это большая разница с историческими данными, учитывая, что традиционно считается, что все мамонты вымерли около 10-12 тысяч лет назад. Некоторые ученые считают, что эти данные основаны на статистике обитания мамонтов на материковой части Эбразии и других континентов. На островах же, например, на острове Врангеля, за полярным кругом, эти гиганты продолжали жить еще десятки поколений. На острове Святого Павла, недалеко от Аляски, также было обнаружено большое количество останков мамонтов. Предполагается, что на острове Святого Павла они вымерли от нехватки пресной воды. А что насчет динозавров? Ну что, если гораздо дольше на Земле прожили не только мамонты, но и динозавры? Самая популярная теория об их исчезновении основывается на том, что около 66 миллионов лет назад произошел некий глобальный катаклизм, который положил конец их существованию. Однако недавно полученные научные данные показали, что в тот период условия жизни на нашей планете могли быть экстремально суровыми и без природных катастроф или падений астероидов. Возможно, причиной ухудшения условий стали извержения вулканов и облака пыли. Из-за пыли в верхних слоях атмосферы сформировались осадки, выпавшие на Землю в виде серной кислоты. Большое количество таких осадков могло вызвать на Земле значительное похолодание, гораздо более существенное, чем то, которое мог вызвать астероид. Ребенок троих родителей. Генетическая инженерия – относительно старая наука, однако в последние годы было сделано несколько открытий, которые позволили ей значительно усовершенствоваться. Говоря о ребенке троих родителей, мы не имеем в виду приемных детей или шведские семьи. Недавно проводился эксперимент, в результате которого родился ребенок в буквальном смысле, совместивший в себе генетическую информацию троих родителей. Эксперимент проводился в рамках исследования. Ученые выяснили, сможет ли такой метод помочь женщинам, страдающим генетическими заболеваниями, остановить их передачу своим детям. Так, например, нездоровая митохондрия матери может быть замещена здоровой митохондрией другой матери. Остальная часть процесса, включающая вынашивание и рождение, остается без изменений. Эксперимент прошел неожиданно удачно, и на сегодняшний день его повторили уже несколько раз. Все они также закончились благополучно рождением здорового ребенка. Многие ученые генетики признают, что за этим инновационным методом будущее рождения. Ну а в комменты напишите, какой из этих пунктов, по вашему мнению, больше всего похож на фейк. Ну а если вам был интересен этот выпуск, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новую пушку уже завтра. Спасибо за просмотр!